Четверо детей королевы Елизаветы II приняли участие в траурном бдении принцев. Впервые это мероприятие было проведено в 1936 году после смерти короля Георга V. Карл III, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна расположились вокруг накрытого королевским штандартом Шотландии дубового гроба. Единственная дочь королевы стала первой женщиной, принявшей участие в траурном бдении. Вечером во вторник гроб с телом Елизаветы будет доставлен в Лондон, в Букингемский дворец. В среду его разместят на четыре дня в Вестмистер-Холле. Примечательно, что во время бдения принцев доступ публики в собор Святого Егидия не был ограничен. В церкви было очень безмятежно. Это был просто невероятный момент. Вот что это было. Сейчас она обрела покой, и это главное. Это было ошеломляюще, эмоционально. Там было очень спокойно и умиротворенно, что было приятно видеть. Просто одна мысль о том, что она там, шокирует. До сих пор не верится. Ранее, приняв соболезнования членов шотландского парламента, король Карл Третий сказал, что его мать очень дорожила Шотландией. На протяжении всех лет своего правления королева, как и многие поколения нашей семьи до нее, находила в холмах этой земли и в сердцах ее жителей пристанище и дом. Тем временем Букингемский дворец готовится к прибытию гроба с телом Елизаветы, где его встретят король с королевой-консортом Камилой, наследник трона принц Уильский Уильям и принцесса Уильская Кейт. Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Продолжение следует...